здравствуйте дорогие друзья это канал дача в германии и с вами я тома фокт сегодняшнее свое видео я хочу начать со слов благодарности нашим любимым подписчикам нашим любимым зрителям которые смотрят наши видео которые поддерживают нас своими лайками своими комментариями спасибо вам огромное спасибо за то что когда мы получили свое первое место за лучшую дачу вы были все с нами вы написали очень много слов поддержки слов восхищения поздравления спасибо вам огромное мы были очень рады нам было очень приятно с мужем и мы обещаем что будем и дальше снимать много своих интересных видео показывать свои растения будем показывать как мы за ними ухаживаем что мы с ними делаем как мы что-то строим перестраиваем придумываем что-то новое будем всем этим делиться с вами а те зрители которые еще не подписались на наш канал пожалуйста подпишитесь это для нас очень важно спасибо большое оставайтесь с нами дорогие мои хочу показать вам опять свои лилии это просто что-то восхитительное стоять здесь и вдыхать такой аромат просто обалденный запах просто с ног сшибательный вот такие вот огромные а здесь расцвели уже флоксы это же очень приятно пахнут вот такие у нас древовидные гортензии уже большие белоснежные шапки вот они гортензии наши крупнолистные виноградик столетия кишмиш который я посадила маленьким саженцем в этом году летом уже почти что до верха дорос достал почти что до крыши нашей террасы вот такой вот виноградик байконур наливается такие ягодки классные увеличиваются каждый день очень приятно это наблюдать когда один денечек не придешь на дачу а потом приходишь смотришь они уже намного больше вот такие вот классные шикарные кисточки наливает свой виноград байконур дорогие мои посмотрите какой шикарный куст ванила фрайс это древовидная гортензия она уже начала распускать свои беленькие цветочки но некоторые еще стоят зелененькие скоро они будут белоснежные абсолютно вот эти вот большие кисточки такие треугольные соцветия конусовидные скорее всего потом они потихонечку начнут розоветь вот и верхушечка будет белая это будет похоже на ванильный пломбир это просто зрелище и тоже пахнет это гортензия метельчатая ванила фрайс одна из самых красивейших метельчатых гортензий вот такой большой кустик уже у меня этому кустику уже лет наверное шесть может быть даже уже семь вот там внизу наверное опять в пять стволов она идет и вот здесь сверху разветвляется я очень коротко стараюсь прямо у земли не стараюсь ее стричь потому что она у нас такой на возвышенной грядке стоит если она будет немножко ниже то она будет мешать проходить там возле малины вот там проход не очень большой и хочется чтобы соцветия были вот там вот повыше немножко а вот здесь начала расцветать моя штук роза красная вот ее листики вот один побег здесь и еще один побег с другой стороны вот только вот такие небольшие побежки но в прошлом году если вы помните побеги были вот туда практически до верха шпалеры для клематиса вот такая красавица была продолжает свести моя гортензия хочу сказать передать привет своей подписчице татьяне палас танечка посмотрите вот такая вот у вас будет гортензия древовидная ой крупнолистная извините вот такую я вам прислала вот такие будут крупные соцветия вот и можно менять цвет если подкормите ее специальной подкормкой чтобы подголубить ее потянуть немножко они будут некоторые розовые соцветия видите здесь даже одно соцветие половина розовое а половина сиреневое такое очень хорошо она этому поддается подкрашиванию вот это практически все сиреневое соцветие это розовенькое все вот такая красавица я просто обожаю эту гортензию она у нас года два наверное как мы приобрели дачу пятнадцатом году она стояла и на второй год у нее все-таки появилось одно такое соцветие наверное в полтора раза больше чем вот это практически с мою голову наверное оно было одно но огромное и когда я увидела что она стоит на вот таком прямостоячем вот таком вот большом плотном побеге и никуда не падает никуда его подвязывать особо не надо вот здесь вот гортензии вообще нигде не привязана не подвязана ничего вот она вот так вот сама держит свои огромные шапки представляете то есть это такой сорт к сожалению не знаю как он называется потому что когда мы покупали дачу она нам досталась в наследство можно сказать это самое такое одно из таких так сказать красивых и суперских растений которые кроме одуванчиков росли на этом участке в наследство нам досталось 4 яблони вот это гортензия и одуванчиковое поле вот нет обманываю еще вегела вон там вот кустик вегела она уже цвела вот еще она была да все остальное одуванчики и сорняки практически ничего больше не было вот ежевики было у леса там у сетки росло полно вот я ее удалила потому что она только цеплялась за рукава была кислючая на ней только мухи были я все это удалила а вот это вот гортензии это просто шедевр не знаю как она называется но я ее половину выкопала рассадила ее ведра и теперь просто наслаждаюсь этим зрелищем какая она красотка она очень хорошо меня отблагодарила за то что я так сказать уделила ей немножко внимание уход сделала ей надлежащий посадила его хорошую землю вторф сделала и хорошие подкормки и вот она такая красавица вот она еще в одном исполнении это тоже самое это же гортензии просто ее вот она растет тут чуть-чуть в большей плошки вот и я сильнее ее удобрила вот этим удобрением которая подсиняется цвете и она здесь практически фиолетово-сиреневая получилась вы посмотрите какая красота а здесь даже сиренево какая-то зеленоватая ну чудо просто чудо и листья у нее крупные такие вот красивые такие прямо ровные все просто шикарная гортензия это просто украшение нашего сада вот эти две плошки я люблю всегда ставить здесь на террасе чтобы всегда можно было любоваться ими сейчас хочу показать вам немного свой виноград велес посмотрите вот моя рука и вот соцветия достает вернее кисточка уже не соцветия достает до локтя то есть рука до локтя где-то сантиметров 35-40 одно соцветие вот такое длиннющие вот они практически все такие вы посмотрите может быть вам здесь немножечко затенено и не очень хорошо видно но когда будут наливаться ягодки я вам буду показывать это все это просто шедевр тоже без косточек такой вот с мускатом розово-красный такой вот кишмиш я оставила только один рукав правда этого винограда потому что когда купили много такого вот прививочного материала хотелось привить много новых сортов вот здесь они привиты но особо результата никакого нету первый раз я привила были не очень подходящие погодные условия эти прививки погибли началась очень сильная жара и что-то им не хватило чтобы все там получилось все срослось я сделала вторую попытку меня оставались еще черенки но не знаю что получится единственные два сорта два сорта вернее у меня привились потом я вам попозже покажу их они вон там за домиком это вот единственные удавшиеся прививки хорошие которые пошли в рост еще раз вам покажу свой байконур чик какой он красавчик вот сейчас в таком состоянии его нужно если жаркая погода стоит ну это конечно же смотря какая у вас земля какая у вас погода это все зависит друг от друга очень это все связано потому что у нас каменистая такая глинистая каменистая земля вот и даже если дождь прошел вода мгновенно прошла через эти камни и земля уже сухая но у нас здесь байконур растет на террасе так сказать его корень здесь на террасе находится на корни штамп вернее находится на террасе а корни скорее всего уже там где-то на улице вот но я не знаю я не уверена на сто процентов что там они могут получить воду поэтому я стараюсь хотя бы раз в неделю по ведру вылить туда вот в таком состоянии когда ягодки вот так наливаются а вообще конечно если виноград выращивается на хорошей ровной местности где земля такая вот настоящая земля вот вы выкопали хорошую лунку удобрили ее навозом компостом удобрением изолой то поливать виноград конечно нужно намного реже вот по многу литров например один полив должен составлять где-то 100 литров 80 100 литров это 8 10 ведер вот и ведра 34 с удобрением вот и виноградик будет наливаться и расти то есть в земле будут держаться долго это вот влага а у нас сквозь камни все это пролилось прошло и эти бедные корни они не успели даже попить можно сказать не то что чтобы не хватило влаги налить какие-то кисточки поэтому тут все очень индивидуально я вот стараюсь как-то если сухая погода хотя бы раз в неделю по ведру по 2 вылить под кустик несмотря на то что я недавно очень хорошо их полила и подкормила хочу похвалиться вам вот такой вот красавицей посмотрите она больше моей ладошки только что прошел у нас хороший такой дождь все мокрое вот поэтому розы немножко наклонились тяжеленькие стали но я постараюсь показать вам все равно их очень хороший запах обалденный в этой розы вот 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 так вот выглядит мои древовидные гортензии такие огромные белые шапки вот они красавицы мои лилии запах я стою здесь просто утопаю в этом аромате это просто чудо чудесное девочки посадите у себя такие большие лилии вы будете просто бежать на свою дачу чтобы вдохнуть вот этот аромат мало того что они два с половиной метра эта красота неописуемой еще и аромат обалденный это чудо на даче чудо просто чудо сейчас немного вам покажу еще свои растения вот это вот тоже древовидная гортензии которую я уже второй год она растет у меня в ведре это отсаженная гортензии для моей сестрички мы все никак туда не поедем по известным всем причинам и не отвезем все вот эти вот гортензии вот это розовая и вот это древовидно это все отсажено для моей сестрички все они растут уже такие крупные большие корни там уже наверное на все ведро вот но ничего пусть растут придет время отвезем все вот нужно как говорится иметь терпение мы конечно очень все соскучились хотим побыстрее но на все как говорят свое время вот вот так вот я с мужем посадила вот строительные опять любили три розочки свои на этом месте у меня росла метельчатая гортензия фантом она абсолютно не развивалась у него побежки до средины лета выросли наверное сантиметров 5 представляете это у метельчатой гортензии у ванилы фрайс уже в это время было по метру побеги вот а у этой моей древовидной метельчатой гортензии фантом были вот такие крошечные я говорю мужу давай подкопаем посмотрим что там делается что-то у меня на душе неладно посмотрим что там внизу когда мы подкопали там было всего 10 сантиметров корней у этой гортензии все было съедено мышами корни были очень толстые наверное с пальцы человеческой руки очень толстый но они были полностью съедены мы ее выкопали пересадили наверху тоже в кюбель хотели спасти ее и торфи сделали такой вот смесь и удобрения и она не смогла выжить нам пришлось ее выбросить не на это место мы посадили здесь три розочки и эти розочки я тоже свои пересадила в эту емкость потому что мы поняли что будет съедено все эти мыши нас просто достали нам срочно нужно где-то приобрести хороший яд который нас избавит от этих грузунов потому что это просто невыносимо сколько радости и положительных эмоций мы получаем от своих растений и мыши все съедают поэтому и так не годится вы посмотрите еще какой цвет у меня лилии расцвел это ж просто вообще то ли лилия белая с таким бордовым а вот это желтая с бордовым и будет тоже такая большая огромная чудесная она тоже будет два с лишним метра я ее здесь посадила на уголочке потому что можно привязать ее вот сюда вот к шпалере здесь у нас растет и персик мы посадили 2 персик потому что нам одна подписчица написала ваш персик не завязывает цветочки вернее не завязывает плоды цветет она несколько цветочков было да но не завязывает он плоды потому что нету опылителя хотя мы посмотрели вроде как он самоопыляемый и мы купили вот такой вот колоновидный еще один персик вот он такие хорошие веточки дал за этот год он такой вот не очень такой козистой был не такой вот был бедненький какой-то немножко ну я его подкормила поливала дождик его потом поливал и побежки выросли вот смотрите у него даже там персичек один есть вот такой вот вот дальше у нас там возле лилия растет штук роза очень большие листики у нее такие тоже если за зиму останется жива то там будут огромные соцветия такие как в прошлом году у меня были дальше растут огурчики вот это гибриды f1 очень урожайные но пока еще несколько только огурчиков было на них вот это олеандр вы все знаете в ведре тоже растет у нас потому что мы его на зиму прятали в домик не выдерживает он зим наших поэтому приходится его прятать мы его купили в прошлом году в магазине алги по моему он был такой маленький несчастненький но я знала что это за цветочек и говорю мужу давай купим его посадили его в ведро все он растет он перезимовал зиму в домике и теперь классный хороший цветет вот дальше у нас виноград атос посмотрите какой он шикарный вырос уже на 50 сантиметров или 60 выше шпалеры это тот кустик который мы пересадили из под клена под кленом у нас был в ящике вот этот вот сорт он давал огромные плети но он бедный не мог там плодоносить потому что были плоды конечно были ягодки были кисточки не но не до такой степени как он может плодоносить как он может показать себя во всей красе там кисточки ничуть не меньше чем у байконура вот и по вкусу очень сладкие очень вкусные и почему я его приобрела потому что байконур плодоносит в конце сентября по крайней мере у нас даже до висят кисточки до начала октября а виноград атос он намного раньше практически на пол месяца или на месяц раньше плодоносит вот и у него такие же темные длинные вытянутые крупные ягодки кисточки хорошие то есть он тоже такой вот хороший у него потенциал хороший кустик хороший сорт поэтому я его купила и вот мы пересадили сюда его я думала ну будет он тут расти или нет тут же мы что же у нас ходила вот эту розу все грызла вот она сейчас кстати какая розочка жила вот там была просто сухая палка если вы помните вот сейчас уже бутончиках стоят розочки будут зацветать и на этой половинке тоже уже эти плети отцвели вот и будет опять скоро цвести ну пошел наш виноградик в рост дай боже чтобы его никто не скушал если никто не скушать то следующем году уже должны быть плоды должны быть ягодки а вот смотрите красавица моя плетистая розочка тоже мы в этом году ее купили посадили сюда вот в этот бачок здесь ничего не росло у нас сколько мы сюда всего садили вы не представляете и плетистую розу которая дала моя сестричка с украины привезли и плетистую розу мы здесь покупали и клематис и ничего здесь не росло и ничего здесь не приживалась все было несчастное такое какое-то бедное даже если начинала расти потом погибала мы не могли понять чем дело я мужу говорю боже мой что там такое или там камни какие-то что-то может быть что-то химическое там что-то но не может быть что-то такого оказалось там просто-напросто удобный подход мышам они там почему-то очень облюбовали это место чтобы там не росло они все вот это вот грызли и растением не давали расти вы посмотрите какая красавица я обожаю эту розу я уже говорила в прошлых видео если вы увидели вот такую вот розочку плетистую вам сейчас покажу еще раз этикетку вот такая она чуть-чуть распустившимся виде она такая розовее немножечко а которые вот прям недавно только распустилась а такая прям оранжево-коралловая такая вот такая вот шикарная даже вот наверное видео не передает этот цвет я смотрю на свой телефон и на самом деле какая роза это два разных цвета но это просто шикарная розочка вот они какие красавицы вот они она очень похожа на солиту вот такую этикетку если вы увидите в своих магазинах вот она сейчас попробую ее немножко раскрыть чтобы вам показать ничего не написано какое название просто написано клетер роза и вот такая вот оранжевая розочка нарисована 1499 она стоит вот если увидите покупайте обязательно потому что розы эти стоят не не меньше десяти дней вот как она распустилась мало того она вот так медленно распускается сначала бутончик такой плотный стоит потом вот в полу распуске потом распускается и все равно стоит вот такая плотная вот если вам дать попробовать она такая плотная плотная прям там лепестков немерено просто море вот ну просто набитая роза очень красиво и очень долго стоит очень долго а вот тут рядышком вот этот вот салатовый такой побежек это от настоящей мои солиты это из череночка я вырастила такой вот маленький саженец вот и посадила его рядышком с этой розой я смотрю вы посмотрите идентичные абсолютно листики вот это розы которые вот я вам показала куплено в магазине тут не написано что это салита а вот это вот это это салита который вырастена из черенка и вот смотрите вот эти листики и вот эти абсолютно одинаковые абсолютно одинаковые значит будут подходить очень хорошо друг дружке они очень хорошо я смотрю сразу в рост пошли прям такие побежки большие начали пускать и 1 и 2 хотя у этой розы был большой корень хороший она по моему в трехлитровом горшочке была а это выращено из палочки но я ее конечно всю весну и холила и лелеяла вот и она вот так вот пошла в рост она отцвела одну розочка мне очень хотелось посмотреть что же там за розочка расцветет вот и я посадила их вот такую вот емкость поэтому девочки мои дорогие у кого такая же беда как у нас вот эти мыши вот эти грызуны и крысы разные это единственный выход вот эти строительные кюбели они бывают круглые а бывают квадратные я сейчас вам там наверху подальше покажу потому что мы еще купили три штуки будем пересаживать возле беседки нашей тоже розы потому что тоже сидят они что-то и как-то мне не нравится как они растут вот поэтому будем пересаживать сверлите пусть мужья вам на сверли от них дырок и по бокам и снизу чтобы вода хорошо уходила если вы будете поливать чтобы они там не гнили не были не так сказать не страдали от влаги да а чтобы они действительно водичка вытекал оттуда им было также как земли вот в этих вот емкостях они у вас будут розочки расти хорошо у кого есть такая проблема именно вот мышиная потому что иначе ничего не вырастешь вот уже стою здесь хочу показать вам виноградик мускат такие крупные уже ягодки хороший я хочу вам показать рядышком висит байконур и мускат вот мускат отцвел и завязал ягодки самый первый из всех сортов которые у меня есть вот и байконур был прям такие маленькие ягодки длинненькие такие палочки висели вот когда уже мускат начал такой вот крупненький быть такой круглые хорошие ягодки были и вот я смотрю прошла буквально неделя может быть полторы и байконур практически догоняет мускат он очень быстро наливает свои ягодки потому что у муската будут я смотрю него не маленькие ягодки хорошие но байконур это шедевр конечно не сорт у него ягодка четыре с половиной пять сантиметров если ему будет хорошо вот прошлом году на этом молодом кустике которому три годика всего были шикарные ягоды они были такие длинные такие толстенькие такие темные были такие вот сладкие здесь на этом месте вот что значит здесь солнышко полно хватало ему всего здесь я его подкармливала поливала и он такой красавец был но конечно столько кисточек не было было намного меньше потому что я не хотела его перегружать вот кустику три годика и думаю ну пусть несколько там будет 5-6 кисточек было наверное а в этом году уже наверное штук 20 может быть это и много я буду смотреть если он не будет тянуть если будет по сравнению с другими кустами задержка в развитии не будут так кисточки наливаться тогда я удалю лишние кисточки а если он будет хорошо расти потому что побеги у него хорошие большие побеги уже переросли на полметра верхнюю проволоку и чтобы кустик не жировал я посмотрела кисточки не до такой степени крупные как на других моих кустиках то я может быть и все оставлю посмотрю как он будет развиваться вот она моя клубника золотая шикарная дождики идут и она конечно же бушует жара немножечко отступила и очень хорошо шикарная наша клубничка азия тем более мы спилили сможем здесь черешни половину одну совсем спилили это я вам уже показывала и одну спилили половину черешни вот осталось четыре такие вот ствола еще наверное четвертый я тоже немного обрежу оставлю там от него немножко чтобы следующем году весной новые побеги молодые снизу росли вот короче буду его корректировать потому что если нету ягод то надо что-то делать хотя бы тень убирать убирать от клубники потому что клубника это шедевр конечно черешни мы тоже любим но их тут практически не собрать потому что почему-то цветет она утопает просто в цвету ягодок за все время было там ну килограмм может быть а может и не было килограмма на этой черешни вот поэтому а ягод было даже в этот жаркий год несмотря на то что я вот эту клубнику все вот этот верх весь да я пересадила новыми саженцами то есть в прошлом году все молодые саженцы были посажены это первый год вот клубнички первый год это я собрала где-то 18 килограмм мы собрали вот с этой плантации вот с этой и вон там чуть-чуть наверху перед беседкой вот не за один естественно день а в течение месяца где-то я так думаю длилась плодоношение но 18 килограмм мы собрали и сами кушали и заморозили немного и друзей угощали всем хватило вот так что вот такие вот дела вот он шикарный наш сорт ливия даже не хочу брать чтобы не дай бог не отломать эту кисточку вы посмотрите какая она сейчас я вам скажу сантиметров 25 длину и ягодки такие прямо классные уже крупненькие такие наливаются и с той стороны и с этой стороны это все один куст это вот такой мощный один куст я даже не знаю сколько там рукавов 1 2 3 4 5 вот пять идут из земли рукавов и потом они еще каждый рукав практически каждый расходятся на двое вот поэтому рукавов много и это не предел у этого куста у этого сорта потому что если бы я пустила например не 6 там не 8 рукавов то побеги были бы я не знаю наверное с толщину большого пальца и они бы лопались вы посмотрите какие у него побеги я уже прищипнула верхушку потому что он шурует растет как сумасшедший он уже верхнюю проволоку он перерос на метр мне жалко конечно было короче его подстригать потому что кисточки то большие я только подрезала верхушки и сразу налились начали наливаться очень хорошо ягодки понимаете то есть тут такой вот момент что по правилам как бы виноградарства нужно прищипку верхушки у виноградных лоз делать где-то в начале августа вот но я не могла ждать больше потому что эти побеги уже переросли ну были на полтора метра больше чем верхняя проволока проволока у меня верхняя где-то ну где-то два с половиной метра от земли вот поэтому еще метра полтора это извините это уже такой вот рост что я уже туда не достану не обрабатывать не прищипывать и пасынки ничего нужно обязательно было все пасынки прищипнуть хотя вот смотрите неделю назад я все пасынки удалила и вот опять уже пасынок вырос опять нужно его прищиплять видите все нужно прищипить вовремя вот это все вот эти точки роста это уходит налив вашей ягодки то есть те силы которые должны попасть в вашу ягоду за счет этого будут расти пасынки поэтому эти пасынки нужно обязательно прищипнуть обязательно вот он у вас пасынок вот он идет и вот это вот все вот оставляйте один листик все остальное вот это вот раз и отщипнули все нету ничего вот так нужно делать вот это основной лист а вот это пасынок вот я оставляю один листик все остальное я отщипываю через какое-то время вот в пазухе вот этого листика там опять появится листик вот оттуда будет уже идти и нужно опять будет оставить всего один листик который новенький выйдет а все остальное отщипнуть если вы будете вовремя за этим следить все вот это вот делать то обязательно ваш виноград будет очень хорошо наливаться все кисточки у вас будут крупные хороший ягодки будут просто лоснится и будут радовать вас вот но только нужно за этим всем следить и это обязательное условие просто на самотек бросить куст чтобы он там рос себе и все так нельзя вот наверху я не знаю видно вам или нет самого верхнего листика я оставила один единственный пасыночек верхний чтобы он мог расти все остальные пасынки я прищипнула все все абсолютно до самого низа до кисточки нужно выломать вообще я эти листики выломала видите все удалила вот первая кисточка и 2 листиков нету вот вообще некоторые виноградари делают до метра наверное выламывают все пасынки листики оставляют но у нас началась такая погода честно говоря сначала стояла страшная жара под 40 градусов потом что произошло начались дожди ночи похолодали и все и я поняла что будут болезни я срочно все обработала подкормила и дала возможность своим кисточкам виноградным чтобы они наливались набирали силу и самое главное условие чтобы болезни здесь не задерживались на кустике нужно обязательно вот по крайней мере я так для себя решила что нужно нижние листья убрать потому что здесь такая плотная посадка у меня здесь у меня стоит виноград байконур там у меня лилейник растет там у меня флоксы растут ну то есть здесь у меня голубика растет но вы сами знаете что у меня очень плотные посадки всего да и поэтому мне нужно было убрать вот эти листья лишние виноградные вот чтобы была проветриваемость чтобы виноград не болел чтобы ему был свежий воздух и чтобы не задерживались не оседали нигде болячки никакие потому что погода когда влажная это предпосылки к тому что виноград может заболеть поэтому обязательно перед вот такой вот посмотрели по прогнозу ага начинается сезон дождей там неделя или полторы будут дождь дожди у вас обязательно нужно обработать виноград от болезней и вредителей и не просто такими контактными препаратами а именно системными которые не сверху смываются дождем которые вы обработали дождик прошел все смыло и все вот обязательно нужно когда наливается вот так вот ягодка после когда она уже как с горошинку будет обязательно нужно обработать от мельдиу от аидиума с антракнозом и конечно же от вредителей обработали свой виноград и все и вы спокойно ходите на работу ходите на дачу и не боитесь что ваш виноград в один прекрасный момент вы придете а он весь поражен какой-то болезнью в год возле него ходили на зиму укрывали весной раскрывали опрыскивали боялись чтобы его чтобы его град не побил потом не боялись чтобы болезни никакие не напали на него какие-то вредители насекомые чтобы его не сгрызли а потом раз пустили все на самотек и болезнь какая-то скосила весь ваш урожай поэтому чтобы этого не было будьте бдительны и заранее пожалуйста не тогда когда уже болезнь пришла а именно профилактические обработки должны быть то есть к этому нужно относиться серьезно если вы хотите заняться виноградом потому что ну это конечно любое растение не терпит но виноград особенно он не любит когда просто пускается все на самотек вот еще осталось немножко ягодок нашем крыжовнике он такой уже красный бордовый сладкий сладкий обалденный я принципиально его не срываю весь потому что он такой вкусный как конфетка вот проходишь мимо раз ягодку сорвал и все и уже хорошее настроение